Проводить окружные соревнования по древнейшей японской борьбе каратэ в Нефтьюганске уже традиция. На этот раз приехало более 260 спортсменов от Сургута до Белоярского. Соревнования идут по двум программам. Больше всего судейского внимания у Ката в осень невидимым соперником. На соседней площадке, собственно, поединки соревнований проходят среди юношей и девушек. От 10 до 13 лет. Очень красивый, во-первых, вид спорта. Во-вторых, он, если как брать боевое искусство, один из самых древнейших. И на данный момент этот вид спорта еще и стал олимпийским видом. То есть уже прошла олимпиада среди юношей и молодежи в Буэнос-Айресе, где спортсменка из России к нашей гордости заняла серебряную медаль. То есть есть перспектива очень большая в наших российских спортсменах. Настоящих каратистов, как выяснилось на соревнованиях, отличает не только волю к победе, но и правильное отношение к поражению. Моим главным соперником был мой лучший друг, но в то же время я считаю его очень сильным. И в следующий раз я постараюсь его выиграть. Соревнования мне очень понравились и считаю, что судьи очень честные. Соревнования продолжались два дня. Всего было разыграно 16 комплектов наград. Победители войдут в окружную сборную каратэ и смогут продемонстрировать свои умения с невидимым и видимым противником уже на первенстве страны. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».